Виталий, приветствую тебя! В начале новой недели мы с тобой снова заступаем, скажем так, на трейдерское дежурство. С нас торговые идеи, с тебя, с меня, фундаментальные, технические, в общем, то, что нужно трейдерам. Мы рекомендуем, конечно же, всем тем, кто знакомится с этим материалом, присматриваться к нашим торговым позициям, к нашим рекомендациям. Не нужно им стопроцентно следовать, потому что мы все-таки можем быть максимально приближенными, скажем так, к тому, что происходит, но, в конце концов, рынок – это самое хитрое существо. Никто не знает, как он поведет себя в конечном случае. В любом случае, друзья, сегодня с нас снова четыре торговые идеи. Начнем мы по традиции с меня. Поэтому, Виталий, если ты не против, я прямо перейду к демонстрации экрана. Хорошо. Так, должно быть видно уже, да? Сейчас. Да, загрузилось. Так, отлично. Ну что, мы с тобой в ходе нашего совместного прошлого эфира рассматривали и анализировали ситуацию с американским фондовым рынком. В данном случае я рекомендовал там продажи. Пока что мы не достигли, собственно, той отложки, которая анонсировалась. И, честно говоря, у меня большие вопросы к американскому фондовому рынку. Я не понимаю, с чем связано восходящее движение. Но точнее, я прекрасно понимаю, что все верят в какой-то позитивный исход того, что последствия негативные именно пандемии коронавируса миновали. Мы и так уже видели ранее дно. И после этого будет только восстановление. Я все-таки считаю, что это абсурдный рост, который мы наблюдаем даже на дневках. Абсурдный он почему? Потому что мы с каждой недели получаем доказательства фундаментальной слабости американской экономики. Мы видим, как эта слабость выливается в отдельные макроэкономические отчеты. Мы сейчас анализируем сезон квартальных отчетов. И здесь тоже как такового позитива нет. Я вот слежу за, скажем, эталонными представителями, голубыми фишками США. И в целом там предполагаемое и вполне ожидаемое разочарование по отчетам. И все равно американский фондовый рынок продолжает настойчиво карабкаться вверх. Я все-таки рекомендую сейчас, если кто-то интересуется, что с ним может произойти дальше, оставить его в покое, поискать другие активы, которые могут быть более предсказуемы. То есть у нас еще была вторая идея по паре евро-долларов. Точнее у меня я рекомендовал, собственно, секундочку. Я рекомендовал селлимит уровень 1.08.90. Мы пока до него не достигли. И в целом я хочу отметить, что те, кто держит, опять же, интерес к продажам евро вместе со мной, ну, можно ориентироваться также на прежнюю отложку. Либо, честно говоря, учитывая, что у нас впереди заседание Европейского Центрального Банка, но я думаю, что мы с тобой в четверг еще сможем обсудить детально эту ситуацию. И, может быть, будет более актуальная инвест-идея. Но тем, кто готов рисковать, я бы рекомендовал присмотреться к продажам уже сейчас. И что касается текущих торговых сделок, начнем мы с британской валюты. Сразу предлагаю сделку селл-стоп с уровня 1.23.70. В качестве тейк-профита ориентироваться на снижение в район отметки 1.20.10. Вот даже я ее не разметил, но это моя прям экспресс-цель. Я все-таки считаю, что к уровню 1.20 мы доберемся. А в качестве стоп-лосса поставить 1.24.30, то есть фактически на 60 пунктов. Но вот если мы будем заходить с уровня 1.20, собственно, 3.70, соответственно, стоп-лосс выставить на те значения, на которых мы котируемся примерно сейчас. Я хочу дожать слабость британца, потому что, на мой взгляд, движение фунта сейчас, именно рост этого актива еще более абсурден, даже чем восходящее движение американского фондового рынка. Потому что по фунту у нас прямо в пятницу были слабые данные по ровничной продаже. Минус 5,8% в годовом выражении это рекордное падение. Потом, до этого мы разбирали данные по инфляции, тоже слабые. Был еще комплекс отчетов по активности производственного сектора, сфера услуг. Везде тотальное рекордное снижение, которое позволило говорить, прогнозировать спад британской экономики больше, чем на 15%. Еще был один интересный фон, это комментарии Мишеля Бранье, это главный переговорщик от делегации по Брэйзиту со стороны валютного блока, со стороны ЕС. Я изначально был абсолютно уверен, что никаких конструктивных комментариев сделано не будет. И, в частности, Бранье не разочаровал, но лично меня, потому что он отметил, что он разочарован текущим ходом переговоров. И поскольку, в принципе, не удалось согласовать еще ни одного важного момента, вероятность жесткого Брэйзита, она по-прежнему остается довольно высокой. Даже на этом, представляешь, я сегодня о Брэйзме так же рассказывал, фонд вообще не дал никакой слабины. Думаю, что очень сильно перекупили британскую валюту, нужно все-таки уже возвращать ее на приземленные значения. Цель и рекомендации отдал, и очень надеюсь, что все-таки продавцы вернутся в расположение этого инструмента. И еще, Виталий, сегодня я хотел бы обратить внимание на динамику нефти, бренд, который активно снижается. Предлагаю прям короткие позиции с текущих уровней. В качестве тейк-профита можно ориентироваться на назначение. Так, одну секундочку. Минус 50. Ну, можно поскромнесть сейчас сначала. Один, точнее, 20-10 в качестве стоп-лосса стоит забросить отложку на отметку 1, точнее, 24-50. То есть фактически на доллар с текущих значений вверх и 3,5 доллара в качестве профильного ориентира. Почему? Потому что, почему короткая позиция? А вот сегодня интересную статью от Goldman Sachs считал, в частности, они продолжают анализировать ситуацию с избыточным ростом предложения, нехваткой места втранения и прогнозируют то, что пик по запасам придется на ближайшие 3-4 недели. Фактически нефть точно уже некуда будет девать. После этого вынуждены производители пойдут на резкое сокращение производства нефти, может быть даже лямов там на 20-25, и в перспективе уже после второго квартала могут появиться предпосылки для роста. Но я думаю, что месяц у нас как минимум, вот если ориентироваться на прогноз Goldman Sachs, есть, чтобы попробовать выжать из нефтяного рынка еще одно ралли, еще одну волну распродаж, может быть, даже с заходом ниже уровней, которые мы видели ранее, то есть по Brent, еще до экспирации. Одну секундочку. Это были уровни 17.46. Ну, я отметил, сначала 20.10, там я думаю, что мы с тобой, опять же, ближе к делу попробуем актуализировать ситуацию, тем более, что у нас есть возможность с тобой видеться дважды в неделю. Но пока 3.5 доллара, это больше 10%, я считаю, что это достойное, скажем, достойное ожидание и цель, которой можно присматриваться. Это вот моя точка зрения по фунту и по нефти. Виталий, на этой ноте тебе передаю слово, включаю демонстрацию. Так, Артем появился, появилась демонстрация. Хорошо, так, еще раз здравствуй, Артем. Здравствуйте, все, кто нас будет смотреть. Итак, у меня на сегодня такие идеи. В принципе, рынок этой ночью отвалил, все движения были достаточно интересные на сегодня идеи. Но, скажем, я их, в принципе, озвучивал пятницу на обзоре, именно по фунту советовал покупать. Сейчас на текущих уровнях я вне рынка по нему. Так, евро-доллар. В прошлый раз что я советовал? Я советовал покупать, мы встречались в среду, 22 апреля, вот на этих уровнях. Я говорил, что первые цели у меня 1.08.90, так, сейчас чуть-чуть уберу, да, но 1.08.90 не добило 5 пунктов и начало торговаться в этих областях. Я говорил на прошлом обзоре, что я буду, если рынок двинет в мою сторону, я буду передвигать без убыток. И я лично передвинул без убыток и закрыл здесь вот первый профит, 50% не добило 5 пунктов. Я скинул, ну там плюс 25 пунктов, скинул где-то 30% своей позиции, практически очень мало заработал и меня вынесло по без убытку. В принципе, ушло вниз, поэтому на сделки я немножко заработал. Дальше, что у меня еще было по S&P 500? Кстати, ты верно отметил, что, скажем, показатели макро и компаний, и фундаментальные такие общие показатели в стран, в мире, они негативные, да, и очень даже плохие, рекордные там по всем, но индекс S&P 500 растет. Ну, в принципе, как я сказал в прошлом обзоре, что это виртуальный рынок, да, то есть плюс сантимент продажный, все здесь шортят, и на этом он будет расти, я не исключаю, если мы еще сделаем какой-то перехай по этому рынку, да. Я говорил, что если мы где-то здесь на минимумах будем закрываться в среду, да, то, возможно, я поддержу идею, так как ты ставил sell stop, я поддержу идею здесь с шортами. Но рынок откупили, и, кстати, я в пятницу на открытом микрофоне говорил, что уровень, я здесь отметил 27,72, что выше него, если будет закрытие, смотрится лонг. Ну, здесь в моменте отросли, поэтому здесь уже никаких торговых рекомендаций нет. Что на сегодня? На сегодня, что осталось такое, максимум я выставлю лимит, это, нет, не выставлю, по одному инструменту дам шорт-позицию с текущих, это золото. Золото у нас сейчас находится, ну, это такая, скажем, идея со всего рынка, что отвалило, это максимум, что у меня остается, чтобы на текущем не давать там лимитки, да, а постараться максимум по рынку. Это золото 1719, так у нас уровень здесь, 1721, вот эта зона, я бы с текущих продавал. Стоп-лосс, конечно, здесь волатильность бешеная, поэтому не смотрим в пунктах, скажем, постановки стоп-лосс, а берем с расчетом риска от депозита до процента, да, то есть стоп-лосс хотелось бы, конечно, покороче выставить, но могут его зацепить, я выставлю за максимум пятницы, это в районе 1737, то есть будет, да, и падение с текущих можно фикситься на минимум пятницы немножко, и я думаю, что где-то прольют в район, все время вот это окошечко мешает цифры смотреть, 1680, возможно, даже вот пониже, вот на минимуме 21 апреля, то есть могут пролить золото, скажем, но это, конечно, при учете, при учете, что сейчас часовичок вот этот закроется вот ниже уровня, который я отметил, такой локальный, потому что, но могут сейчас текущих сразу задавить, это то, что на текущий момент имеем по рынку, то есть это первая идея, и вторая идея была на выбор еврофунт и канадский доллар, здесь будем выставлять лимитки, я хотел их изначально говорить, но заметил, что золото подошло к уровню, давай я выставлю лимитку по еврофунту, он начал уже сегодня падать, я его видел на выходных, кстати, на выходных занимался с одним из клиентов, а маркет, я видел, что он смотрится на продажу, ну, попытаемся, что он еще вернется сюда, это 0.87.50, лимитка, саллимит со стоп-лоссом 0.87.85, пусть будет там 35 пунктов. Виталий, извини, перебью тебя, немножко, ну, скажем, зависаешь, пропадаешь, но сейчас вроде нормально все, можешь продолжать. Да, да, ага, хорошо, вернулась, да, то есть, повторюсь, по еврофунту, лимит, саллимит 0.87.50 со стоп-лоссом 0.87.10 и второй 0.86.85, пусть будет, то есть, я ожидаю, что если мы там немножко скорректируемся по фунту, немножко, я думаю, что еврофунт тоже вернется, и дальше ожидаю возможное падение, то есть, скажем, это вторая идея, канадский доллар уже падает. Ну, я думаю, это все, поэтому, скажем, по такому формату, думаю, две идеи хватит на сегодня. Конечно, хватит. Для начала, в принципе, понедельник, у нас много событий, по ходу недели в четверг, опять же, перед ЕЦБ, я думаю, что-нибудь по евро мы с тобой приготовим, интересно будет, точно. Да, у нас в среду, у нас в среду с тобой, у нас в среду с тобой. Точно, точно, да. Да, это с Денисом, с Денисом в четверг должно быть. Точно, точно, в среду. Ну, за день, я думаю, что, возможно, еще будет лучше, если мы подготовим заранее трейдеров, потому что можно ожидать. Спасибо тебе за то, что ты на череду недели вместе с нами. Друзья, всем вам удачной торговли, надеемся, что этих идей вам будет достаточно, чтобы с чего-то начать эту неделю, чему-то присмотреться. Ну, а мы, собственно, с Виталием продолжим трудиться для вас и искать тоже новые возможности. Виталий, спасибо тебе. Тогда до среды. Пока. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok